Денис Александрович, скажите, пожалуйста, каковы основные вопросы стоят на повестке дня вашего визита, и можно ли сегодня говорить о каких-то результатах? Ну, основные вопросы, конечно, это интенсификация наших торгово-экономических и гуманитарных связей межрегиональных. С учетом того, что руководство провинции не так давно сменилось после выборов президента, нам нужно как бы еще раз установить наши хорошие связи на административном уровне, которые, в принципе, необходимы, что, собственно, как бы сейчас я и делаю в преддверии визита губернатора Астраханской области, который состоит в конце апреля сюда же в Гелян и в Азандаран. Соответственно, мы сейчас встречались сегодня, такой насыщенный день, мы были в Второй промышленной палате, провели переговоры в мэрии города Решта, посетили порт Анзели, посетили свободную экономическую зону Анзели. Конечно, все это впечатляет и есть как бы большое поле для дальнейшего развития сотрудничества. Скажите, пожалуйста, вот сегодня какие основные элементы могут способствовать дальнейшему развитию, как на это сказывается, во-первых, та же самая смена руководства, как и новый настрой в Иране, и как Вы рассматриваете возможное влияние улучшения атмосферы вокруг ядерной программы Ирана на отношения двух стран? Ну, отношения, конечно, и нового руководства максимально доброжелательные и теплые. То есть мы видим конструктивный настрой со стороны руководства провинции на то, чтобы продолжить такие тесные взаимоотношения межрегиональные. Здесь мы встречаем полную поддержку и понимание. С другой стороны, я вижу, как один из элементов, который способствует дальнейшему торгово-экономическому, это, конечно, свободная экономическая зона недели, которая предоставляет массу возможностей для российских, в частности, астраховских предпринимателей, наладить здесь достаточно успешный бизнес. И, естественно, фонд смягчения санкций в отношении Ирана, конечно, влияет на Латвана. Он и должен, собственно, так и повлиять. Мы надеемся на то, что, в первую очередь, вопросы взаиморасчетов будут более упрощены, что, собственно, является основным сейчас сдерживающим фактором. И, собственно, влияет конструктивным образом на снижение товарооборота между регионами и государствами. Скажите, пожалуйста, какие основные, ну, наверное, проблемы, что ли, существуют на пути развития отношений? Есть ли таковые? Проблема, вот, связанная с режимом санкций, это самая основная проблема, которую до сегодняшнего дня испытывают предприниматели двух сторон. Я уже упомянул в том, что взаиморасчетов, которые действительно реально тормозят и заключения сделок соответствующих и поставки товаров. Естественно, конечно, мы стараемся не снижать какие-то уровни контрактов отношений. То есть, в любом случае, поставки товаров, как они были, так они и осуществляются, просто это стало намного затруднено с резидовым санкцией. Я уверен, что послабление режима санкций, в принципе, общий фон смягчения этой обстановки здесь вокруг Ирана, конечно, будет решающим фактором к тому, чтобы и текущий год, и последующие как бы были уже с ростом товарооборота. Денис Александрович, все-таки Ваша Астраханская область, она является, наверное, передовиком, скажем так, в развитии отношений с Ираном. Скажите, пожалуйста, в чем Вы видите залог успеха, и есть ли какие-то другие регионы, которые могли бы воспользоваться этим примером? Залог успеха в том, что мы соседи по Каспию, нас объединяет и общая история, и большие гуманитарные связи, и торгово-экономические связи, которые были исторически с нашим регионом у Ирана. Здесь, в принципе, мы просто обречены на сотрудничество, и я считаю, что это слово правильное и хорошее в данном случае. И мы должны и будем это делать и в последующем. А регион наш, как бы, да, на самом деле является пионером в установлении, скажем так, межрегиональных связей уже в современной российской истории. Я думаю, что другим регионам, конечно, есть чему и получиться, в смысле установления контактов и подписания контрактов, соглашений межрегиональных, в том числе, по различным совершенно сферам отношений, начиная от торговли и кончая научным сотрудничеством, гуманитарными связями. Ну, есть масса тому примеров и успешное функционирование различных объединений на Каспии. Это я имею в виду и Совет торгово-промышленных палат деловой Каспии, это и Ассоциация университетов прикаспийских государств, которая, в принципе, была инициирована иранскими вузами и астраханскими вузами, которые тоже очень успешно функционируют на сегодняшний день. Так что, к примеру, достаточное количество. И не случайно, соответственно, первое консульство было открыто в Ассахане, в Исламской республике Иран. Соответственно, потом уже было открыто в Казани. И этот пример, он тоже о многом говорит. И соответственно, что Российская Федерация приняла решение о возобновлении работы своего консульства в Ришне, который сейчас оказывает неоценимую помощь в развитии региональных связей, тоже, я считаю, очень хороший знак. И еще вопрос заключается в том, что Астраханская область какие предлагают возможности для иранского частного бизнеса, для иранских бизнесменов в деле развития отношений. И есть ли новые сферы, как вы думаете, предложения, новые сферы в области развития сотрудничества? Да, конечно. Есть масса примеров такого сотрудничества и дальнейших и новых примеров развития сотрудничества. На сегодняшний день в Астрахани функционировало около 160 предприятий с участием иранского капитала. И если это были традиционные торговые экономические связи, то есть экспортные импортные акции в отношении ирана, то сейчас многие иранские предприниматели занимаются и стараются заниматься уже производством на территории Астраханской области, в первую очередь. Я имею в виду создание мини-предприятий по упаковке фиников и старших, которые вырастировались в Астрахани. Это и попытки создания, не то что попытки, а достаточно успешная реализация была создания инвестиций в порт, Астраханский порт, который получил инвестиции со стороны компании «Хазар Шеппинг» и у нас достаточно хорошо прошло инвестирование и переоснащение порта. То есть мы здесь видим реальное стремление иранских предпринимателей заниматься не только экспортными операциями, а уже осуществлять серьезные инвестиции. И последнее, мне хотелось бы, вот вы уже несколько ответили на этот вопрос, но хотелось бы все-таки уделить этому отдельный вопрос, вопросу, касающемуся именно роли рейшского консульского представительства в деле развития отношений между Вашей областью и вообще региональным сотрудничеством с Россией и Ираном. Ну, консульство и Ирана в Астрахани, и России в Реште, в первую очередь, для нас, как Астраханского, как Римадиста и Северной провинции, вообще просто носит ключевой характер. То есть консулы работают на, в первую очередь, развитии отношений, оказывают максимальное содействие в установлении контактов на официальном уровне, в поиске партнеров для предпринимателей, в решении каких-то возникающих пастучных, злобазированных проблем, которые, к сожалению, в любом случае, произникают от того, что работа там не стоит, что она в любом случае идет. Поэтому здесь я считаю, что консул России в Реште, и консул Ирана в Астрахани – это два таких, скажем так, ключевых фигуранта, проводника наших взаимовыгодных отношений.